И вот нам актуалочка. Вышел новый альбом Lamb of God Omens. Полторы недели назад. Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее. С вами я, Фауст. Вы на канале Friday School. А это значит что? Значит вы смотрите видео с канала Friday School. Уху! И это немножко такой новый формат. В плане того, что, как я и сказал в начале, в самом-самом-самом начале, вышел новый альбом Lamb of God Omens. И я его послушал, так что вам, наверное, не придется. Ну, выскажу свое мнение. С удовольствием почитаю ваше мнение в комментариях. Но прежде чем мы начнем, как всегда, просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, подписаться на нас вконтакте. Записаться на занятия и не забывать про Donate Pay. Теперь, собственно говоря, к теме видео. Не так давно назад времени, не так много времени назад, монстры грув металла Lamb of God выкатили новый альбом Omens. А это значит, что надо его срочно-срочно заценить. Почему? Потому что Lamb of God, во-первых, это, как я и сказал, монстр грув металла. Во-вторых, я обожаю Lamb of God, несмотря на то, что в названии написано кролику. И третье, ну, я не думаю, что они скатились все-таки. Потому что Lamb of God одна из таких групп, которые держат планку на протяжении очень долгих лет, можно сказать, столетий, тысячелетий. И при этом они никогда не выдавали лажу. Ну, по крайней мере, я не помню искренних хреновых треков. Но, тем не менее, давайте заценим. И открывает наш альбом песня Nevermore. Данный трек это почти классический Lamb of God, только Рэнди Блайт с Оверлорда начал еще немножко петь. Как бы в целом данный трек, он как бы открывает, он как бы задает настроение целому альбому. И что же у нас идет дальше? It's losing time to be witness We're in the depth of paradise Vanishing, ну, интересный такой трек. Даже немножко с примесью такого какого-то металлкора, я бы даже сказал. Lamb of God часто таким грешили. Вы, ну, тупо металлкорные, если бы, конечно, не наши любимые три Олечки, за которые мы любим Lamb of God. Не дву Олечки, а три Олечки. И следующая песня у нас To The Grave. Ну, это прям классическое звучание Lamb of God. Тут все, и Груф, и Рёв Блайт, и Триоли. Ой, ой, как хорошо-то звучит. Что же у нас идет дальше? А дальше идет трек Ditch. Ох, несмотря на то, что Lamb of God теряет какую-то дичь, а трек, как и To The Grave, вполне себе добротный Lamb of God, который мы знаем и любим. Ну, как я знаю и люблю. Насчет вас, оставьте ваше мнение в комментариях, пожалуйста. Но, тем не менее, два жирных трека подряд в стиле классического Lamb of God, это прям жир. Дальше идет заглавная тема Omens. Ну, Lamb of God за главную тему умеют делать к своим альбомам, потому что это запоминающиеся мелодии, это текст, который подпоет даже, я не знаю, кто, даже какой-нибудь... Чиченец. Это прям лицо альбома, где, в принципе, есть элементы, как и классического Lamb of God, так и каких-то элементов, которые, ну, так вот, отдаленно, они как бы добавлены в данный альбом. Слушаем дальше. А дальше у нас трек Gamora. Данная композиция вполне себе зайдет всем любителям Walk Me In Hell. Почему нет? Тут довольно-таки эпично звучит, имеет библейские мотивы, которым Lamb of God также неравнодушны, довольно-таки. Дальше Ill Designs и Greyscale песни я бы объединил в одну гребенку, потому что, ну, мне нечего сказать, это реально классический Lamb of God. Поехали! Дальше Ill Designs и Greyscale! Дальше Ill Designs и Greyscale! здесь вот все наше любимое вот собрано вот в апогее таком и триоли и вокал блайта и вообще все круто блин не могу нравиться просто дальше у нас Denial Mechanism Такой трек который должен быть на каждом метальном альбоме который из себя представляет просто тотальные веселые ебашило на случай если это зайдет фанатам конечно же чтобы сыграть это на концерте и устроить настоящее мясо дальше у нас September Song при самом первом прослушивании буквально с первых секунд начинает казаться что сейчас нас встретит что-то вроде Overlord где Рэнди Блайт показал что он умеет и в чистый вокал простенько но в целом это довольно неплохо звучало но тут внезапно и снова и снова и снова Lamb of God который мы знаем и любим ну что можно сказать в целом по альбому альбом выдался довольно таки неплохим оманс довольно добротно слушать особенно ценителем груверского ебашевого тотального а особенно ценителем Lamb of God в первую очередь который любит вот веселый вот этот вот притрешованный угар которым нравится качаться под триольные ритмы в общем моя оценка от 1 до 10 это заебись в целом данный альбом подтверждает такую вещь то что Lamb of God относится к таким группам которые в принципе недалеко уходят от рамок своего жанра при этом умудряются как-то все грамотно вмешивать какие-то эксперименты и они при этом остаются охренительно звучащими да 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 расскажите кстати в комментариях как вам альбом расскажите напоминаю расскажите про свои любимые треки от Lamb of God какие любите каверить особенно какие любите послушать а на этом у нас все подписываемся на канал ставим лайки жмем колокольчики рассказываем об этом видео всем 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 особенно друзьям особенно знакомым особенно бабушкам и особенно дедушкам а я пойду помоюсь ведром в фэре потому что слишком много жирного я уже послушал